Жила-была одна девочка. И были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красиво рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему. Обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее. И дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили три медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе три миски с кашей. Первая миска самая большая была папа медведя. Вторая миска поменьше была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела три стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик запрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычал они так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул и зарычал страшным голосом. «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все трое медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» Заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» зарычала мама-медведица. Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом. «И до сих пор спит в ней!» Папа и мама-медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли три медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала. И тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую дочь. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова